Драйв Спорт, юмор, экстрим, еда и многое другое. Всего на фестивале было 15 тематических площадок. Любители последних технологий побывали в виртуальной реальности. С помощью мобильного шлема смогли полетать над городом. Но вернуться на землю заставили не менее интересные зоны. Прикоснуться к искусству, а также к Ивану Урганту, увидеть современного Пушкина гости смогли на творческой площадке. Такие арт-объекты в одном месте удобны не только для гостей, но и для участников фестиваля. Примеет возможность показать свое творчество, свои картины и свои арт-объекты. У меня же обычно коллекция по 30 картин, 30 уже сюда не поместилось. То есть мне помещается как раз здесь 12 картин, и она моя последняя. Ну и в принципе моя любимая коллекция. От такого калейдоскопа развлечений кружилась не только голова. Все счастье тела двигались в едином ритме на танцевальных мастер-классах. Здесь потрясающий вид, куча позитивных людей, что самое главное, здесь нет алкоголя, а все трезвые, все спортивные, все позитивные. Вот, я рада. Но наибольший интерес к фестивалю был вызван благодаря звездам эстрады. Любимые аудиозаписи ВКонтакте превратились в живую музыку, а их исполнители перенеслись на три музыкальные площадки. Наргиз, Ёлка, Би-2, Макс Хош, Градусы, 50 артистов поставили жирную точку, а вместе с тем обеспечили яркое продолжение новому фестивалю. Это двухдневное событие уже прозвали фестивалем фестивалей, где каждый смог найти занятие по душе, а также остаться в ВКонтакте с новыми друзьями. Юлия Валабанова, Павел Матвеев. Производство Синопс.